Еще раз рады приветствовать всех тех, кто вместе с нами на трансляции ТБН и всех, кто в церкви, тех, кто дома в семье находится. Я рад, что Господь, Он присутствует, Он Дух, и Он присутствует везде, где мы находимся, призывая Его имя. Конечно, лучше собраться вместе, лучше быть вместе, но если этой возможности нет, это тоже будет прекрасно, изумительно и благословенно. Я верю, что через это слово Дух Божий тоже будет касаться тебя и проникая внутрь, направлять твои мышления, отношения, взгляды. Я хочу прочитать и на этом тексте построить свое слово. Это удивительное писание, которое написано в Евангелии от Матфея, от Марка, Евангелии от Марка, 14 глава, с 3 по 10 стих. Итак, мы читаем 14 глава Евангелия от Марка, с 3 по 10 стих. И когда он был в Вифании, в доме Симона Прокаженного и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира, нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чемуся отрата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповеданной Евангелие, если в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, первосвященникам, чтобы предать его им». Это удивительная история. История, прошедшая тысячи лет назад. Но так много уроков, которые мы можем сегодня принять. И, послушайте, когда вы читаете Писание, Евангелие, Библию, не читайте как историю. Читайте как событие, которое происходит с вами в вашей жизни. И, знаете, Библия будет оживать внутри вас. И вот интересная история, прошедшая с Иисусом прямо во время гостевания Его в доме Симона Прокаженного. Конечно, в то время было много прокаженных. И мы помним, как Иисус исцелил десять прокаженных, которые просили Его помочь. Я не знаю, может быть, Симон был один из этих десяти, которые там исцелились. Может быть, Иисус отдельно исцелил. Ну, не так важно. Этот дом, как-то, знаете, вот он запечатлился. Дом Симона Прокаженного. Возможно, он уже там не жил. Может быть, жил. Но это был дом Симона Прокаженного. И вот Иисус зашел в этот дом, в этот гостеприимный, благословенный дом. Знаете, Христос был достаточно деликатным. Я не думаю, что Он был тем человеком, который приходил тогда, когда Его не ждали или не просили. Поэтому дом Симона Прокаженного был гостеприимным. Скажите, дорогие, мы как наши дома. Они гостеприимные или нет? Иисус там проповедовал, Иисус там учил, Иисус в домах исцелял. В доме люди каялись. Знаете, сегодня тоже изумительное время и место, где мы тоже можем приглашать в наши дома. Хотя сегодня такое время, что люди остерегаются, предохраняются, особо в гости не ходят. Я вот смотрю на все и думаю, Господи, когда это все закончится? Потому что оно как-то не по Писанию, как-то не так, как хочешь ты. Вот Иисус пришел в этот дом, и знаете, Иисус был дорогой гость. Обычно, когда в гости приходят, что? Стол накрывают, много надо средств потратить. А Иисус был дорогой гость, потому что с ними еще было 12 молодых ртов, которые хотели тоже кушать, как обычно все молодые люди. Поэтому, тем не менее, Иисус остался достаточно долго и много. Я замечаю, потому что часто вот выезжаю где-то, и гостепринство испытываю на себе. Вот заходишь в какой-то дом, заходишь в какой-то дом, и знаете, хозяева думают, вот что с тобой делать? Они так неуютно чувствуют себя, и ты вместе с ними думаешь, я, наверное, не вовремя зашел. Я не знаю, как себя вести. Это значит, знаете, что довольно редко присутствуют гости в таком доме. А гостеприимство, оно призвано нам, как христианам, иметь в нашей жизни. Это ценность Господа, потому что даже ангелам некоторые оказали услугу через свое гостеприимство. А в какой-то дом заходишь, особенно в Новосибирске, знаете, когда заходишь в какой-то дом, ты чувствуешь себя, как будто ты уже пять лет здесь живешь. И так уютно, так приятно. И я думаю, что вот Христос, заметьте, когда Он зашел в дом Симона Прокожона, мы даже не знаем, кто там был хозяин. Мы не знаем, как там себя вели люди, которые живут в этом доме, потому что Иисус стал центром внимания в этом доме. Дорогие мои, вот я хотел бы обратить особое внимание на позицию Христа. Христос никогда не хочет быть в стороне. Он хочет быть центром нашей жизни. Он хочет быть вниманием в нашей жизни. Почему? Потому что Он хочет всегда быть первым. Первое время Бог хочет, чтобы мы уделяли Ему. Первое время посвящали Израиль Господу. Первый снов приносили в храм и благословляли. Поэтому, знаете, как Господь говорит, мне или все, или ничего. И, к примеру, слова Иисуса Христа, ты или собираешься со мной, или расточаешь. Ты или со мной, или против меня. Знаете, очень важно, что в нашем сердце Христос был самым важным, самым главным в нашей жизни. Это такая ценность, где Он может иметь влияние, и Он может преобразовывать нашу жизнь. Он может вселяться Духом Святым и совершать много-много чудес в нашей жизни, когда Он первым, когда Он на первом месте. Поэтому, интересно говорит апостол Павел о своем состоянии, когда он принял Христа, потому что он вначале был гонителем. И вот его послание филиппистам, 3 глава, 7-8 стихи. «То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почил счетою. Да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, я все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Удивительный апостол Павел. У него были такие перспективы будущего. Он мог быть в этой кассе фарисеев таким значительным, важным, потому что воспитывался внук Гамалеила, но тем не менее, Он говорит, «Я от всего отказался. Все свои перспективы, все свое будущее я отдал Иисусу, и теперь Он для меня главный. Он самый важный. Я почел все счетою, то есть бессмысленным». Знаете, христианство – это не свод правил или ограничение, это отношение наше с Господом, где Он самый первый в нашей жизни. Мне было 15 лет, когда Иисус пришел в мое сердце. Это были советские времена, 70-е годы. И знаете, не так было просто верить, потому что тебя унижали, тебя ущемляли, ограничивали. Но знаете, когда Господь напомнил мое сердце, когда Господь напомнил мою жизнь, я понял, что в жизни нет ничего важнее, ценнее, чем Господь. Я не сомневаюсь, что когда ты встретился со Христом, по-настоящему встретился, настоящая вера приходит через встречу с Господом, тогда Бог наполняет нашу жизнь, и Он становится Господином, Господом нашей судьбы и нашей жизни, жизни во всем. И вот продолжая эту историю, которая произошла, мы читаем, что когда женщина пришла и разбила этот сосуд, дорогой сосуд, вылила на Иисуса, то многие по-разному отнеслись, кто-то одобрил, кто-то не одобрил. Но вот, заметим, с 4 стиха, «И говорили между собою, к чему сей отрата? Ибо можно было продать его более нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Представьте себе, это достаточно немаленькая сумма, 300 динариев, может, она нам ничего это не говорит, но это примерно 500 тысяч рублей. И вот пришли к тебе в дом, и 500 тысяч рублей вылили, разлили, и просто не стало. И, конечно, нашлись люди, которые считали, они думали, «Сколько голодных можно накормить?» Представьте себе, сколько больных можно помочь с какими-то лекарствами. Даже если сегодня обед, ну, минимальный обед, можно за 100 рублей, как-то там сварить супчик такой, и выйти покормить нищих. Представьте себе, сколько можно накормить людей? И люди начали считать. Но смотрите, что сказал Господь. Он сказал удивительную вещь. Он сказал, «Нищих всегда имеете, а меня не всегда». Был какой-то противовес, потому что пришла женщина, это была ее любовь, это была ее жертвенность, это было ее посвящение. Она хотела чем-то выразить вот свои отношения к Иисусу. Она сказала, «Пусть это было для меня, может быть, сбережение моей, но вот у меня шанс, возможность прикоснуться к Господу, и я приду и сделаю это». Как мы любим Бога. Вы знаете, иногда в нашей жизни, в нашей христианской жизни, я часто замечаю, что мы делаем что-то, потому что нам нравится. Нам нравится петь, поэтому мы поклоняемся. У нас есть чувство и сострадание к больным людям, к нищим людям, поэтому мы о них заботимся. Я думаю, что это правильно, хорошо. Послушайте, но этого недостаточно. Если нами не движет любовь к Богу, если нами не движет Иисус, то все, что нас захватывает, чем мы интересуемся, для Господа этого недостаточно. Бог хочет, чтобы наши отношения и все, что мы делаем, мы делали во имя Его и для Него. Даже наше служение. Мы иногда годами, десятками лет служим, служим, мы занимаемся каким-то определенным служением. Кто-то операторское служение несет, кто-то несет музыкальное служение, но мы играем, потому что нам нравится играть. Мы снимаем, потому что нам нравится снимать. Или мы это делаем, потому что перед нами Христос, которого мы любим, которому мы служим. Может быть, мы заботимся о бедных людях, может быть, мы кормим нищих, может быть, мы посещаем, может быть, перевязки делаем больным людям, которые имеют раны. Послушайте, почему мы это делаем? Вот все, на что Господь обратил здесь внимание, Он сказал, это нормально, что нищих имеете, но для меня не это важно. Для меня важны отношения ко мне и со мной. В этом есть наша вера. В этом есть наш смысл служения. Потому что Христос должен быть центром нашего поклонения. Не просто я красивую песню пою, а Господь, которому я поклоняюсь. Он, которому я служу. Заметьте, что особенного сделала эта женщина? О ней Христос сказал, что где-нибудь проповеданное Евангелие, даже в Новосибирске, узнают о ней. Узнают, что она сделала? Так что же она такого сделала? Что такого? Послушайте, смотрите, что она сделала. Она Иисуса поставила самым важным, самым главным и самым ценным в своей жизни. Вот что она сделала. Потому что этот сосуд когда-то все равно разбили бы, и это масло вылили бы, может быть, кому-то на раму, может быть, продали бы это масло. Но Иисус обратил внимание, что? Особенного. Что такого необычного произошло в сердце этой женщины? Господь стал самой великой ценностью в ее жизни. И даже тогда, когда осуждали ее, послушайте, такое впечатление, что она не обращала никого внимания. Она просто делала свое дело, мазала этим маслом, такое благоухание распространялось. И она наслаждалась, что она рядом с Иисусом. И что-то она может сделать для Него. Но особую мысль, которую я хочу подметить в этой проповеди, это на группу одних людей. Они записаны в четвертом стихе. И некоторые же, заметьте, не все, а некоторые, вознегодовали и говорили между собой, к чему си отрата мира. Раз они говорили между собой, значит, они как-то взглядом поняли, что они об одном и том же думают. Их что-то объединяло. Они увидели, подумали, посмотрели и поняли, мы в одной компании. Мы хорошо понимаем друг друга. И знаете, у всех их возникла одна и та же мысль. Вознегодование. Почему? Казалось, это не твой елей, это не твое масло. Что тебе до того, что делает эта женщина? Знаете, потом они дальше объясняли, что можно было продать, можно было столько-столько сделать. Но почему такое непринятие и неприятие? И я думаю, это чисто мой взгляд, что они просто завидовали. Завидовали Христу, что пришел какой-то парень, первый раз пришел в этот дом, и такая почесть ему, столько финансов на него потрачено. Как так можно? Дорогие мои, зависть. Это такая вещь, которая не проходит мимо никого из нас. Я за собой замечаю, вроде больше сорока лет в Боге. Понимаю все хорошо, учу других десятками лет. Но знаете, что я заметил? Что то, что я понимаю, это не значит, что оно живет в моем сердце. Между моим пониманием разума и то, что внутри происходит, есть разница. Знаете, очень просто посмотреть, зависть у тебя срабатывает или нет. Посмотри, как ты радуешься за других людей, когда у них успех, когда они счастливые. Или ты сравниваешь себя и думаешь, а у меня не так. Вот у них так, они же с Господом, а у меня не так. Когда приходит один человек в нашей церкви, в Новосибирске, конечно, все хорошо, в церкви завета особенно. У нас в церкви приходит один человек и говорит, пастырь, я, наверное, больше не буду ходить в церковь. И говорю, а почему так? Ну, понимаешь, я вот молюсь, у меня там сложности, проблемы у меня, в семье сложности, и финансов не хватает, и я молюсь, вот, чтобы Господь исцелил. И вот каждый раз люди говорят о том, что Бог сделал две жизни, как Господь исцелил, как вот родные пришли. А вот у меня этого нет. И знаете, я вот посмотрел на этого человека, увидел чистой воды зависть, даже на благородном, хорошем, правильном деле Божьих ответов. А я говорю, а почему бы вам не порадоваться за них? Ведь Господь хочет, Господь хочет, чтобы вы были благословены, и Он благословляет других. Ваша реакция – это ваша вера. Ваша реакция – это та радость, через которую Господь и в вашей жизни будет делать. Зависть. Зависть. Вроде все красиво, все благородно, все правильно, прикрыто саботой о нищем, добрыми делами, но, тем не менее, Господь осудил этих людей. Они негодовали. Они завидовали Иисусу. Вы знаете, из-за чего Христа убили, из-за чего распилили на кресте? Из зависти. Один из первых мотивов, чтобы предать Христа смерти, была зависть внутри фарисеев и книжников, потому что за Ним следовало множество людей, а за Ним и не так. Даже на святом месте, даже в служении мы можем завидовать. В нашей жизни обыденности мы можем завидовать нашим соседям, нашим соработникам, с кем мы работаем. Потому что, когда ты не умеешь радоваться с теми, у кого успех, ты обязательно найдешь причину, почему тебе это не нравится, почему что-то внутри тебя не устраивает, что произошло, что случилось. Вы знаете, зависть исходит от дьявола. Он источник зависти, потому что первая зависть породилась у него. Он, осеняющий архангел, был рядом с Господом. И однажды, и однажды, книга пророка Исаии, говорит 14 глава, с 13 по 14 стих, а говорил в сердце своем. Заметьте, он не устами говорил, он не делился ни с кем, он просто размышлял. А кто нам запретит размышлять? Мы просто думаем, мы просто анализируем. И вот смотрите, это говорится о дьяволе, и говорил в сердце своем. Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе с сонми богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, и буду подобен Всевышнему. Он только подумал. Скажите, разве думать это грех? Но когда мы начинаем думать, размышлять, что-то происходит, потому что это зачатие, которое происходит внутри, однажды оно придет к исполнению. И что случилось с сатаной? Он восстал против Бога, он возгордился, он позавидовал. Взойду на небо. Слушай, а где ты находишься? Разве ты не на небе был? Разве ты не рядом с Богом был? Говорит, выше Всевышнего поставлю престол мой. Да, конечно, у моего брата хорошая машина. Я радуюсь, но мне надо купить лучше. Знаете, я так смотрю, оно невольно. Мы каждый день сталкиваемся с какими-то моментами, вопросами. Мы тоже анализируем, мы тоже взвешиваем. Ой, сестричка в шубе. Да, такая в магазине очень достаточно недорого стоит. Я знаю ее зарплату. Это откуда же у нее такие? Понимаете, у нас цифры начинаются. Не только, не только Иуда, не только ученики просчитали, сколько стоит это масло. Мы знаем, сколько стоит шуба, сколько машина примерно это стоит. А как это он мог позволить себе отдыхать? уехал там на курорт. Я знаю, там цены такие непростые. Дорогие мои, не считайте чужие финансы. Невольно. Вы в вашем анализе перейдете вот эту палочку, вот эту границу, и вы будете завидовать. А зависть, зависть, она не просто остается, она производит действия. она не остается сама по себе. Заметьте, когда Давид победил, вы думаете, это Давид победил, когда Израиль вышел воевать против филистимлян? Это Израиль победил. Этот огромный, громила, великан, Голиаф был поражен. И вся победа принадлежала Израилю. И Саул, как царь, он должен радоваться. Наконец-то свержен этот великан, и теперь мы можем радоваться в победе. И они возвращаются с этой великой победы. И девицы в хорах, в хороводах поют. Иисус, вернее, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И знаете, одна фраза, одна фраза, казалось бы, можно было бы не обратить внимание, а просто размышления пошли. Все начинается с мысли. А как это? Подождите. Так я царь или кто? А кто такой Давид? Какой там мальчик там? Подумаешь, он вышел против Голиафа. Ему десятки тысяч. А меня унизили. Мне не дали должного внимания. Мне не оказали честь. Послушайте, дорогие мои, одна мысль, одна мысль. И зародилась зависть в сердце Саула, такая зависть, что бесы пришли и мучили его. Он возненавидел Давида. Он годами, больше десяти лет, он пытался убить его. Саул, почему ты так ненавидишь? Ему, ему, Иоаннафан, сын его, задает вопрос, Саул, что сделал Давид такого? Почему ты хочешь убить? А он понимает, что он не прав. И знаете, что он делает? Он прикрывается. Точно так же, как прикрывались ученики. Такая отрата. К чему она? Зачем? Так как прикрываемся мы. Я же просто посчитал. Я же просто анализирую. Я смотрю, сколько у меня финансов. А почему у него? Послушайте, дорогие, однажды Иисус сказал очень интересную мысль. Что тебе до того? Ты исследуй за мной. Если ты хочешь, чтобы Бог благословил тебя, реагируй правильно. учись радоваться. Где-то 13-14 лет назад мы жену приобрели квартиру. Продали старую, купили новую. Как-то так там все это было, цены росли. И так удачно все получилось. И я такой, слава Господу, еще столько денег осталось. Там несколько сотен тысяч осталось. Думаю, ремонт сделаем. Я приглашаю друзей. Говорю, смотрите, Господь благословил меня. Такую квартиру Бог благословит. Говорю, столько много пространства. И знаете, что я заметил? Что не все радуются, как я. Я такое чистой души, а ты из тени у вас сердца. А не у всех радость. Почему? А потому что не просто радоваться с радующимися. Послушайте внимательно. Нам легко плакать с плачущими. И намного труднее радоваться с радующимися. И возненавидели. Вы знаете, из-за чего родные братья продали Иосифа? Потому что завидовали ему. Чему завидовали? Потому что одежда у него была другая, чем у них. Отец почему-то взял и дал ему красивые одежды, не такие, как у его братьев. Дорогие, мы сравниваем. Не важно, пуховик ты купил, сапоги купил. И невольно ты смотришь на сапоги соседа и думаешь, а у меня-то старенькие. Пятый год ношу. Послушай, дорогой, еще будешь пять лет носить. И будешь на старой машине ездить. И будешь в ванной шубе ходить, если будешь завидовать. Потому что Бог не может благословить зависть. Зависть – это тот шлагбаум, который останавливает Божье благословение для нашей жизни. Потому что она не остается мыслью, она производит внутри нас озлобленность, ненависть. Это как можно додуматься? Родного брата, с которым ухаживали, которого кормили, за которым смотрели, следили. Взяли, продали. Продали. Послушайте, я не случайно прочитал 10 стих. Он как бы не относится к той истории, которая произошла в доме Симона. Но послушайте, вот это поведение Иуды именно относится к тому, что было в 4 стихе. И вознегодовали. Иуда чувствовал поддержку. И в 10 стихе здесь написано, и пошел Иуда, и договорился предать Христа. Почему? Я думаю, что завидовали, потому что что-то возникло в сердце Иуды, что он сказал, надо с этим как-то заканчивать. Надо что-то решать. Ах, ты не хочешь, чтобы это масло мы могли продать. Я найду способ заработать другим образом. На самом деле, я до конца не знаю всех мыслей Иуды. Но поверьте, это был неплохой парень. Это был человек, которому доверяли больше всех среди учеников. Ему доверяли финансы. Все финансы всех учеников были у Иуды. Если вы думаете, что Иуда такой был, знаете, такой проныра, такой обманщик, такой хулиган. Да нет. Что случилось, что он решился продать Иисуса на смерть? Это что-то серьезное должно было произойти в сердце. Я думаю, что это была зависть. Вы знаете, успех в жизни людей производит зависть. Я замечаю, у меня тоже было много друзей. И знаете, пока мы жили в нужде, как-то так мирно ладили, так все хорошо было. Заметьте, когда начинается бизнес у многих, пока не хватает все вместе, все хорошо, все там делят по копеечкам, как-то выживаем, потом раз, и бизнес пошел дальше. И возникают вопросы. Дележ возникает. Псалом 72, со 2 по 3 стих. Ассав говорит, «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подсказнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых». Ассав, что случилось, почему поколебались твои стопы? Что случилось, почему так неустойчиво стала твоя жизнь? Почему нет спокойствия мира в сердце? Почему нет радости на лице? Говорит, «Я позавидовал безумным». И знаете, все аргументировано. Когда вы читаете этот 72-й псалом дальше, он говорит, «Так посмотрите, где же справедливость? Где же честность? На человеческой работе нет их, а выкатились от жира глаза, они на таких крутых машинах ездят, они все хорошо в жизни». Послушайте, дорогие мои, давайте смотреть на Господа и смотря друг на друга, будем радоваться. Потому что Асав говорит, «Да коли не вошел я в освятилище, только в присутствии Господа вдруг мы начинаем осознавать, понимать, а правильно ли я так думаю?» Мы смотрим и видим какой-то фрагмент происходящего, мы не знаем всей ситуации до конца, мы увидели, увидели, вот на такой крутой машине сосед поехал, недавно нищенствовал, так мы не знаем какие долги, может быть у него миллионы долги, может быть он спать не может, потому что не знает, как рассчитываться, мы же не знаем, как живет человек, мы только видим некий формат внешности. И Бог говорит, что мы смотрели в свое сердце и смотрели на Господа и еще радовались за других людей. Вы знаете, первое убийство на земле, первое убийство на земле, оно тоже было из зависти. Каин убивает Авеля. И знаете где? На святом месте. В служении Богу. Дорогие братья и сестры, мы порой служим и думаем, мы же служим Богу, мы же вот делаем такое великое дело. Вот я хочу, чтобы мы внимательно смотрели. Я часто проверяю свою жизнь. Андрей, ты почему служишь? А если тебя вот так не будут приветствовать? А если кто-то встанет и скажет против тебя и обзовет тебя всякими нехорошими словами? И что дальше? Ты будешь служить? Ты будешь любить этих людей, которые с ненавистью будут смотреть на тебя? Дорогие мои, а если ты любишь Бога, ты будешь это делать без каких-то колебаний? Зависть. Я хочу еще прочитать один текст. Это Бытие, 26 глава, с 12 по 15 стих. И сел Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек все и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. Тебе это нравится? Вижу, что нравится. Мы все хотим иметь благословение. Мы все хотим, чтобы с нами считали, чтобы как-то видели, что у нас все есть. У него были стада мелкого, стада крупного скота и множество пахотных полей. И вот последняя фраза 14 стиха. И филистимляне стали завидовать ему. Вы знаете, успех порождает зависть. И от этого никуда не денешься. Ты не можешь с крыса. Я смотрю, почему не все люди говорят, что они приобрели, что они, чтобы не произвести зависть в ком-то. Ну, послушайте, зависть была, есть и будет. И она будет проникать в наше сердце. Она будет касаться нас. Как мы будем принимать или не будем принимать? Знаете, что начали делать филистимляне? Они не просто издалека смотрели и завидовали. О, какой Исаак хороший. Как его благословил Бог? Да нет, посмотрите, 15 стих говорит, «И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне заваливали, засыпали землей». Зачем? Зачем засыпать колодцы, которые копались годами? Зачем засыпать землей, камнями? А потому что зависть, она не остается просто мыслью. Зависть производит действия, нехорошее действие. Вы знаете, одна из десяти заповедей, это очень серьезный, достаточно такой грех, который проникает и мешает нам жить. Одна из десяти заповедей, это исход 20 глава 17 стих, говорит, «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни рабы его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего не желай». Знаешь, что такое? Не завидуй. Может быть, в твоей семье не так мирно, как хотелось бы, а вот у брата твоего как-то все спокойно, заходишь в дом, как-то все в мире, в любви. Послушайте, давайте научимся радоваться. Единственная сила победы над завистью это радоваться успеху ближнего. Искренне радоваться. Не просто сделать видимый вид. Да, здорово, аллилуйя, в тебя такая машина, в тебя такая семья. Чтобы это не было, знаете, как два в уме, а у меня не так. А у меня нету такой машины, у меня нету такой квартиры, у меня нету такого дома, у меня нету такой нормальной семьи. Послушайте, может быть, кто-то из нас хочет, может быть, выйти замуж, может быть, хочет жениться, хочет, что все как-то устроено было. Послушайте, никогда успех просто так не приходит, там платится цена. И чтобы пришел вот это устройство и понимание в семье, нужно пройти через многое. Нужно пережить многое. Нужно много наступать на свою гордыню, надменность. Нужно много наступать над зависть, чтобы благодать Божия пришла на твое сердце, на твою жизнь. Дорогие мои, я заканчиваю свое слово и хочу, хочу рассказать одну историю. Я ее услышала, она меня очень сильно потрясла. Два инвалида лежали в палате. Они не могли двигаться, они были лежачие. Один лежал у окошка, а другой лежал у дверей. Они разговаривали друг с другом, они делились своими мыслями, впечатлениями, проходили время, месяцы и годы. И тот, который лежал у окошка, смотрел в сторону окошка, говорил, какая сегодня красивая погода, солнце так ярко светит, а небо голубое-голубое, там птички поет. Вот лужайка, двое молодых людей гуляет, так улыбаются друг друга, любят, такие счастливые. И каждый раз он что-то рассказывал, просыпался, они просыпались, этот, который у дверей, говорил, ну что там ты видишь? И он рассказывал. И этот, который у дверей, завидовал ему. они обои в одинаковых положениях, но завидовал тому, что тот лежит возле окошка, он может смотреть голубое небо, он может видеть зеленую лужайку, а он ничего не видел. И у этого, который лежал возле окошка, часто были приступы, у них была кнопочка рядом с постелью, когда приступ приходил, он нажимал, приходил медсестра или врач и давал определенные препараты, и это помогало. И вот в очередной раз приступ случился у этого инвалида, который лежал возле окошка, и он начал дергаться в конвульсиях, он пытался дотянуться до этой кнопки, он звал, он просил, а этот слышал все, притворился спящим. И приступ закончился смертельно, он умер. и когда унесли его с этой кровати, пришел человек и говорит, слушай, ну ты остался здесь один, что бы ты хотел, что бы мы может быть тебе сделали, и он конечно сразу сказал, а можно мне возле окошка положить? И он лег возле окошка, он посмотрел в окошко, а там была сплошная стена кирпичная, и он подумал, а как же это так? И когда медсестра пришла, говорит, ну как тебя устраивает все, он говорит, слушайте, а когда эту стенку построили, когда эти кирпичи положили здесь, он так посмотрел на него странно, они всегда здесь были, и он только разочарований говорит, а как же так, а как же так, а вот мой, который лежал здесь, он видел голубое небо, он видел лужайку зеленую, как же он видел? Она посмотрела на него, говорит, глупенький, он вообще слепой был, он ничего не видел, он говорит, почему же так? А как же он так придумывал? Он говорит, пытался твою жизнь немножко украсить, чтобы тебе веселее было, зависть, дорогие, я хочу обратиться к вам, дорогие мои, помолиться вместе с вами, чтобы Божий Дух пришел в твое сердце, чтобы ты никогда не допускал эти мысли зависти, чтобы ты никогда не позволял внутри твоего сердца, чтобы эта зависть разрасталась и засоряла твой разум, и неважно, где ты находишься, что ты имеешь, я хочу помолиться вместе с тобой, если у тебя есть и ты то, с чем ты борешься, просто подними твою руку, я буду молиться. Дорогой Господь, я не сомневаюсь, что ты сейчас видишь каждого из нас, ты видишь каждую поднятую руку, я благодарен тебе, что ты видишь то, что происходит в наших мыслях, желаниях, прости нас, прости, мы иногда оправдываем себя, прикрываемся, как те ученики благородством, Иуда прикрывался благородством, многие в Писании прикрываются благородством, служа Богу прикрываются благородством, Господи, научи нас радоваться с радующимися, научи нас радоваться успеху тех, кто окружает нас, Господи, я несомненно верю, что ты хочешь благословить каждого из моих друзей, из моих братьев, сестер, я верю, что твой могущественный дух прямо сейчас, дай нам войти во святилище как асав, дай нам увидеть тебя, дай нам увидеть славу твою, победу твою, силу твою, дай нам уразуметь то, что хочешь и готовишь для нас, ты, Господа, будет твое имя прославлено, я не сомневаюсь, что прямо сейчас приходит сила твоей благодати, сила победы твоей, сила могущественной власти авторитета твоего, и ты даешь Господь беды в нашей жизни, и мы можем смотреть, и даже если мы ничего не имеем, мы будем радоваться и торжествовать в тебе, мы будем радоваться тому, что ты у нас есть, и ты великий Бог обеспечишь и дашь все необходимое в нашей жизни, да будет твое имя прославлено во веки, аминь, будьте благословены и не завидуйте. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»